Дебаты 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 Также, уважаемые телезрители, в нашей телестудии мы пригласили судей, экспертов, дебатов, для того, чтобы вам после передачи они дали напутствие, как голосовать. Разрешите мне представить судей сегодняшнего дебатного раунда. Активист дебатного сообщества Диана Кунушбаева. Победитель дебатов в английской лиге Касым Рахманкулов. Почетный член нашей телепередачи, координатор первого сезона дебатов открытого общества Талант Смаилов. А следить за временем нашей телепередачи будет наш таймкипер Азат Садыков. Все чаще и чаще сегодня ущемляются права сексуальных меньшинств в мире. Настоящие защитники прав человека трубят об этом на каждом углу. Поэтому и дебатеры не могли обойти такую тему. Таким образом, тема сегодняшнего дебатного раунда. Эта палата считает, что преступления, совершенные из-за гомофобии, должны считаться преступлениями с отягчающими обстоятельствами. А для произнесения своей первой конструктивной речи приглашайте премьер-министр. Ваше время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я безумно рада приветствовать своих уважаемых оппонентов, моего супер-рюмного коллегу и вас, уважаемые коллеги и судьи. Сегодня мы обсуждаем очень интересную резолюцию. Друзья, что представляет собой понятие гомофобии? Гомофобия, друзья, это и есть различные формы негативной реакции на проявление гомосексуализма и к гомосексуалам. То есть это люди с нетрадиционной ориентацией. Что есть преступления с отягчающими обстоятельствами? Это те преступления, которые носят очень ущербный, очень большой характер на общественные отношения. Отягчающее обстоятельство, например, если вы убиваете беременную женщину, это отягчающее обстоятельство. Если вы, например, совершаете преступление, допустим, убийство с особой жестокостью, это тоже отягчающее обстоятельство. И это, в принципе, оправдано. Почему на сегодняшний день мы считаем, что те преступления, которые совершаются из-за мотива гомофобии, должны подпасть под эту категорию? На самом деле в Европарламенте гомофобия приравнивается к такой категории, как антисемитизм, то есть это истребление евреев. Она подписывается под категорию такого, как, например, геноцид и многие другие проявления самые ужасные. И на сегодняшний день мы абсолютно убеждены, что те мотивы из-за гомофобии, то есть только потому, что я считаю, что вот этот человек, он является, скажем так, ненормальным, по моим субъективным суждениям должен нести, то есть не существовать в вашем обществе, это, конечно, дебилизм, я думаю, как минимум, потому что это неправильно. Сегодня мы, как государство, считаем, что субъективное суждение лица, вот, понимаете, если я совершаю преступление, потому что я голодная, и мне необходимо, допустим, утолить свои потребности изначально, да, просто не быть голодным, то, в принципе, в данном случае это оправдано, оправдано то, что я иду и ограбляю какой-то магазин, потому что я хочу поесть. Но когда я считаю, что вот у этого человека не должно быть личной жизни, но когда я считаю, что, например, Брус целуется с какой-то девушкой, и это аморально, я изначально посягаю на ее личную жизнь, изначально я посягаю на ее личную жизнь, и те моральные права, которые даются изначально, да, как право на личную жизнь, уже нарушаются. И вот когда мы даем и позволяем людям относиться и поступать с точки зрения конкретно своих субъективных суждений, это начинает приобретать очень такой масштабный характер, потому что вот если каждый из нас будет позволять себе вести себя таким образом, вот я считаю, что она аморальная, следовательно, я имею право посягаться на ее жизнь, это неправильно. Если человека голубого убивают из-за того, что он голубой, мы считаем, что это отягчающее обстоятельство, потому что он имеет право выбирать своего жизненного партнера, он имеет право изначально жить таким образом, каким хочет он, да, если это опять-таки не противоречит этическому кодексу. И в данном случае мы считаем, что отягчающим обстоятельством считается тот момент, когда я посягаюсь на ее свободу, на ее право выбора и на ее жизнь, только потому что так считаю я. И, по сути, друзья мои, если она ведет, ну, скажем так, что Брулов влюблена в девушку и спит с ней, да, к примеру, это ее право выбора. И в данном случае я считаю, что она имеет на это право, да, в принципе, и это никоим образом не влияет на мою жизнь, и это изначально не дает мне права вести себя неадекватно по отношению к этому человеку. И когда мы гомофобию подкладываем под категорию преступлений с отягчающим обстоятельством, это нам с вами позволит как раз-таки снизить то количество преступлений, которое совершается на сегодняшний день в Кыргызстане по отношению к этим людям, да, потому что будет в данном случае срабатывать момент предупреждения преступления, уважаемая. И поэтому мы считаем, что каждый человек имеет право выбора на личную жизнь, и если ее действия никаким образом негативно не отражаются на моей жизни, то, следовательно, это ее право выбора, это ее личная жизнь. И в конце концов, есть очень классная вещь в уголовном праве, называется оно «Дозволено все, что не запрещено законом», поэтому это, в принципе, разрешено, то, что она хочет вести на такой образ жизни, да, и поэтому мы считаем, что гомофобия, она должна подпадать под преступления с отягчающим обстоятельством. Все. Я готова к прекрасным вопросам. Первый мой вопрос заключается в том, что чего мы этим добьемся, если переведем эти преступления в ряд с отягчающими последствиями? Чего мы этим добиваемся? Прежде всего, мы с вами добиваемся предупреждения и прекращения вот этого самосудства, которое происходит на сегодняшний день. Потому что, когда мы с вами позволяем людям поступать с точки зрения их субъективного суждения, это не есть общие принципы, которые выдвигаются изначально с законом. И мы, как государство, должны взять ответственность и защитить эти секс-меньшинства, потому что у них изначально есть право выбора. Они могут так жить. Понимаете, у них есть такое право. И мы должны сделать все, чтобы обеспечить их этим самым правом и не допустить самосудства и вот этих глобальных масштабов, которые имеются на сегодняшний день без этой категории. Следующий мой вопрос заключается в том, что различные преступления преследуют различные мотивы. Правильно ли давать одному мотиву весомое значение? Естественно, друзья мои. Естественно, если этот человек хочет меня убить только потому, что я лесбианка, понимаете, сам мотив того, что он преследует меня не потому, что я плохой человек, не потому, что я совершаю какие-то противоправные деяния. Он меня хочет уничтожить только потому, что я не такой, как он, понимаете? Но я имею право быть не таким, как он. И этот мотив, он не оправдан изначально. Почему? Потому что есть понятие общечеловеческих ценностей. Какое вы имеете право лишать меня жизни только потому, что у меня нетрадиционная ориентация, в принципе? Я не виновата в том, что я такая, понимаете? И вы не виноваты в том, что у вас ориентация традиционная. Поэтому я считаю, что если этот мотив носит сугубо субъективный, неоправданный, общественно опасный характер, он не имеет места быть. Особенно если этот мотив посягается на мою жизнь, учитывая то, что я не совершаю какие-то опасные деяния, понимаете? В этом случае, если этот мотив равноценен моей жизни и моего благополучия, то я как государство должен делать все, чтобы мне было хорошо. Вот. Есть еще вопросы? Спасибо. Благодарю. Все. Уважаемые телезрители, отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adbate.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adbate.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adbate.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adbate.org – ваш портал в мир дебатов. А для произведения своей конструктивной речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время 5 минут. Вопросы на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Итак, приветствую вас, уважаемые телезрители. Сегодня палата оппозиции, пущущая палата правительства, выступает право каждого человека, независимо от его принадлежности к меньшинству или большинству, быть свободным от жестокого обращения ненависти. Вот мы говорим, вот палата правительства говорит, что необходимо данные категории дел перевести в более другую категорию. Мы говорим, если государство переводит их в более другую категорию, то государство этим сегрегирует их, сегрегирует и показывает обществу, что они не такие, как все. То есть мы переведя такие данные преступления в другую категорию, государство дает сигнал обществу, что эти люди не такие, как все. И это воздействует не очень хорошо, потому что это есть путь, прямой, законный способ сегрегации самим государством, когда само государство отделяет таких людей и приемняет их в другую категорию. В принципе, это не ведет, не приводит к каким-то хорошим благам. Необходимо отметить, что в вопросах преступления и наказания мы не должны смотреть через призму, он принадлежит ли гомосексуализму, либо к лесбиянству. Мы должны, скорее всего, смотреть через призму человек. То есть, если человек в отношении человека преступление совершил, значит, он против человека просто совершил. И не нужно рассматривать его с каких-либо других привилегированных точек зрения. Мы считаем, что все равны. И любое преступление, вне зависимости от какого-либо мотива, он должен наказываться по закону. Мой сокоманник вам четко хороший вопрос задал. У всех в преступлении есть мотив. И правильно ли давать одному мотиву более привилегированное значение по сравнению с другими, не менее важными мотивами? То есть, мотив — это чисто субъективная точка зрения. Для кого-то этот мотив может казаться не более весомым, а для другого может показаться весомым. И очень неважно, очень некрасиво и очень вообще неэффективно давать привилегированное значение данным категориям дел. Вот мы хотим сказать, что очень непомерных сил со стороны правоохранительных органов требует выяснения мотива преступления. Именно правильности мотива. Возможно, человек, который совершил преступление в отношении человека, который носит нетрадиционную сексуальную ориентацию, возможно, не из-за мотива гомофобии это совершил. Но очень тяжело это выяснить. Мы считаем, чтобы влиять на наказуемость, на срок наказания должны иметь влияние не мотив на самом деле, а объективная сторона преступления. Объективная сторона преступления заключается в чем? В действии. Насколько этот человек, когда совершал преступление в отношении человека, мы не сегрегируем его по признакам его принадлежности. Во-первых, человека. Именно какую жестокость он в отношении этого человека проявлял. Вот по уголовному кодексу есть статья убийства. Есть такие отчетчащие обстоятельства с группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью. Именно такая мера с особой жестокостью уже в уголовном кодексе есть. И мы должны наказывать человеку не потому, что он совершил данное преступление в отношении него, а потому, что он совершил это с отчетчащим обстоятельством из-за особой жестокости, из-за двух или нескольких лиц. Вот в чем заключается. Те положения, посидите, уже закреплены в уголовном кодексе. И поэтому то, что предлагает сегодня Палата правительства, в принципе, этот статус не меняет. И почему? И таким образом она эффективность не проявляет. Вот что говорит? Мы переведем их к данной категории, и проблемы сразу решатся. В Соединенных Штатах Америки уже сколько лет действует такая система, когда данные категории преступления относят к другим категориям. Но, тем не менее, в Соединенных Штатах Америки такого рода преступления каждый день развиваются. Каждый день развиваются. Это о чем говорит? Нужно иметь значение, чтобы именно такие действия имели ментальное значение, были направлены ментально. А то, что сегодня Палата правительства предлагает, она не воздействует ментально. Наказанием никого никогда не устрашили, как так говорил Маркс. Нужно воздействовать ментально, нужно показать, насколько те лица являются равными нам, но если мы их сегрегируем отдельно, даем им привилегированное более значение, то получается мы как бы из благих намерений их сегрегируем, но тем не менее это никакого положительного отношения к таким людям не имеет. Следующий момент в исполнительной системе. Мы можем тысячи поправок в уголовный кодекс, либо тысячи дополнений в уголовный кодекс делать, даже сделать кражи курицы с отягчающим обстоятельством, добавьте пожалуйста, но тем не менее если сама исполнительная система при помощи существующих уже норм, когда они не отделены в отдельную категорию, не будет работать по существующим нормам уголовного кодекса Киргизской Республики, то мы хорошего результата не достигнем. Мы должны посеять в умах каждого человека понятия неотвратимости наказания уже существующими нормами, и то, что мы добавим новые нормы, это в принципе ничего не решит. Самое главное – исполнимость наказания. И мы говорим, что нужно смотреть вглубь. 80% людей, которые потерпели именно потушение себя преступления из-за мотива гомофобии, не обращаются в правоохранительные органы, потому что они боятся, что родители их неправильно воспримут. Но если мы ведем такую систему, в принципе, эту первую причину, первая основа этого не решит. Мы должны ментально на воздействие. Мы, как патопозиция, признаем, да, существуют такие преступления, но в той мере, когда мы даем лишь дополнительный именно срок, дополнительное наказание, это ничего не решает. Потому что мы, как граждане, которые обладают каким-то специфическим ментальным способом, должны иметь воздействие ментально. Я готова к перекресткам вопроса. Добрый день, госпожа. Вот вам один вопрос. Не кажется ли вам, что вся причина находится в том, что именно этот мотив на сегодняшний день по законодательству не определен как гомофобия? Вот по законодательству Соединенных Штатов Америки, мотив считается обязательным признаком для квалификации преступления. Но, тем не менее, мы сказали, что с каждым годом, с каждым годом такого рода преступления развиваются. И мы не должны смотреть через мотив, мы должны смотреть через объективную сторону. Проблема в том, что этот мотив не прописывается как существование мотива по гомофобии, понимаете? Из-за того, что нет самого мотива, мы говорим о том, что нет преступления. В этом-то и вся проблема. Вам так не кажется? Нет, так не кажется. Я вам отвечаю, что в квалификации преступления должны иметь значение объективная сторона, насколько он жестоко действует в отношении человека, а не потом ты являешься представителем этой расы, либо этой группы, этого вещества. Хорошо, а если преступления совершаются не потому, что ты являешься другим человеком, а именно потому, что, вот знаете, я посчитала, что ты лесбианка, то есть ты есть лесбианка, да? И я прихожу тебя убить только потому, что ты лесбианка. Это и есть преступление, вам так не кажется? Это и есть преступление, но мы должны рассматривать это как обычное преступление. А почему? Общество государства не должно давать привилегированное значение отдельной группе лиц, таким образом ставя под дискриминацию других лиц. Все преступления перед государством равны. Спасибо большое за ответы. Спасибо большое за вопрос. А для произнесения своей конструктивной речи приглашается член правительства. Ваше время 4 минуты. Вы просто на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Собственно говоря, мне можно было уже не выходить сюда, потому что по перекрестным вопросам было понятно, что Бурул у нас поняла свою проигрышную позицию, поняла, что оппозиция сегодня абсолютно не поняла нашу линию. Итак, объясняю. В данном случае государство не сегрегирует сексуальные меньшинства, потому что оно бы сегрегировало их, если бы давало им дополнительные права. Никто им дополнительные права не дает. В данном случае мы сегрегируем тех людей, которые совершают преступления в отношении сексуальных меньшинств. Здесь уже, думаю, все понятно. Потому что этих людей мы считаем наиболее опасными. Наша задача, как государство, наказать человека. Чем определяется срок там наказания человека или вообще вот наказание? Определяется опасностью этого человека перед обществом. И вот в оценке этой опасности вот этого человека перед обществом мотив очень важен. Я думаю, это логично, господа, из оппозиции. Итак, почему мотив, когда человек убивает другого человека за гомофобию, наиболее опасен для общества? Этот человек опасен для общества. Не сексуальное меньшинство как-то важно, а человек, который совершает преступления в отношении него опасен. Потому что этот человек считает свою субъективную точку зрения в отношении какого-то человека выше закона. Этот человек завтра может убить человека не по признаку, там, ну, по признаку гомофобии, а по признаку, просто он может убить, там, я не знаю, по признаку, по расовому признаку или по религиозному признаку. Потому что, в принципе, этот человек считает себя выше закона, он отделяет, этот человек отделяет одних людей от других. Поэтому он несет наибольшую опасность для общества. И поэтому в отношении этого человека мы должны применять особое наказание госпожа Буру. Поэтому здесь все логично. Далее. Все решается по закону, говорит лидер оппозиции. Мы согласны, но мы считаем, что этот закон необходимо менять. И то, что в США это якобы не работает, и преступления в отношении этих людей увеличиваются, это ложь. Потому что в Соединенных Штатах, вообще, в западном мире, толерантность людей по отношению к сексуальным меньшинствам гораздо выше. Люди этих людей воспринимают нормально. В наших странах люди ненормально относятся к этим людям. И поэтому мы, как государство, мы должны давать сигналы в общество. Мы должны говорить о том, что если вы, если ты, человек, отделяешь одного человека, считаешь его хуже себя, значит, мы тебя накажем по-особому. Мы даем сигнал в общество, что этого делать нельзя. И мы, как государство, имеем право менять законы. Далее. Вот то, что лидер оппозиции обмалывалось о том, что, возможно, человек совершил преступление не из-за гомофобии. Мы же не знаем. Мы не обсуждаем эти вопросы лидера оппозиции. Мы обсуждаем вопросы мотив гомофобии. Если человек совершил преступление по мотивам гомофобии, мы его наказываем. Другие вещи мы пока не рассматриваем, потому что мы обсуждаем именно сегодняшние проблемы. И когда ваш коллега задавал вопрос с Кулпанай о том, что существуют еще какие-то проблемы, которые мы должны решать, тоже смешно. Конечно, мы должны решать другие проблемы. Но существуют проблемы, что там крашеного парня, который идет на улице, гораздо больше шансов, что его забьют в переулке. Существуют проблемы, что гомосексуалисты у нас не могут построить нормальную карьеру. Существует или не существует. И имеем ли мы право, как государство, давать сигналы в общество. Далее, лидеры оппозиции говорят о том, что мы должны ментально изменять общество, что-то объяснять. Господа, но это не противоречит нашему законопроекту? Объясняйте, без проблем. Все хорошо. Ходите, объясняйте, что гомосексуалист – это такой же нормальный человек с нормальной психикой, который может работать. Это не противоречит этому законопроекту. Никаким образом. Мы за это. И по поводу последнего, о чем говорила Кулпана, на что совершенно не обратил внимания Буру, это на некие этико-моральные аспекты. Дело в том, что эти люди у нас сегодня, они объективно ущемляются, и мы каким-то образом, как государство, должны с этим бороться, потому что проблемы существуют. А то, что проблемы не существует, лидер оппозиции никаким образом, ну, вообще не затронул эту тему. Каким-то образом мы должны это победить? Мы предлагаем вам такой законопроект. То, что мы должны еще бороться с этим ментальным, с этим никто не спорит. Поэтому, я думаю, сегодня команда оппозиции уже полностью проиграла свою линию. На этом у меня все. Спасибо. Для произведения своей конструктивной речи приглашается член оппозиции. Ваши время 4 минуты, вы на первой стороне, вы можете приветствовать. Итак, здравствуйте, дамы и господа, уважаемые оппоненты, и мои коллеги, и уважаемые судьи. Апрель 2010 года. Массовые беспорядки в стране. Убито более сотни человек. Июль 2010-го. Этнические конфликты в Аше. Убито более тысяч человек. И жертвы могли бы сказать, неужели жизнь человека с нетрадиционной ориентацией важнее, чем их? Дамы и господа, задумайтесь над этим. Дальше бы хотелось бы сказать, что вы говорили, что мотив важен. Я не спорю с этим. Но почему этот мотив важнее? Мы говорили об объективной стороне преступления. Я согласен с тем, что мотив важнее. Но мы должны прежде всего судить по тем действиям, которые совершил человек, и наказывать его соразмерно с этим. Существует проблема? Я согласен. Существует проблема. С этим никто не спорит. Но ваш законопроект эту проблему никак не решает. Вы говорите о Соединенных Штатах Америки. Но если рассматривать через призму ситуации нашей в стране, если мы примем данный законопроект, на ситуацию это никак не повлияет. Я вас уверяю. Например, в Карабалте или в какой-нибудь глубинке человека с длинными волосами по-любому забьют. В действительности. Независимо от того, принят этот законопроект или не принят. Поэтому мы говорим, что надо работать ментально. Дальше вы сказали, что страх наказания существует для профилактики преступления. Но как выражался Карл Маркс, страх наказания не избавляет и не исправляет преступников. И об этом надо серьезно задуматься. В Декларации о правах человека закреплено красивое утверждение. Мы исходим с той самой очевидной истиной, что все мы созданы равными и наделены творцом определенными неотчуждаемыми правами. Свобода, равенство и стремление к счастью. Но у равенства есть две медали. И вторая сторона медали равенства заключается в том, что мы все равны перед законом. Мы все равны перед своими возможностями. И если мы за посягательство на права отдельного человека даем больший строк, чем за посягательство на людей с традиционной ориентацией, то в данном случае мы даем определенные льготы, определенные привилегии. И я бы хотел сказать, а где мои права? А где права моих близких? Где права моих родных? Вы говорили, что данное преступление имеет очень большой ущербный характер и их количество с каждым годом растет. У меня вопрос к вам. Откуда вы это взяли? На самом деле официальной статистики такого не существует, потому что по мотивам преступления не квалифицируются. В действительности говорить о какой-то конкретной ситуации вы здесь объективно не можете. Нельзя выделять гомосексуалистов, лесбиянок в отдельную социальную группу, поскольку таковыми они не являются. Менеджер компании может быть гомосексуалистом. Простой рабочий может быть гомосексуалистом. И они состоят в разных социальных группах. И говорить о том, что мы преступления против них можем квалифицировать в отдельный род, на мой взгляд, практически нерелевантно. Ну и чтобы решить данную проблему, добавьте, пожалуйста, данную проблему, перевести преступление против них в отдельную категорию, на мой взгляд, практически, как я уже выражался, нерелевантно. Мы должны работать ментально, мы должны работать над общественным сознанием. Только благодаря этому мы можем достичь каких-либо благов, каких-либо реальных результатов. Но, как я уже сказал, наказанием невозможно исправить. Наказанием невозможно избавиться от преступников. И государство – это арбитр, он должен сохранять право и порядок. И демократия – это прежде всего нужны большинства. Спасибо, дамы и господа. Настало время аналитических речей. И для произнесения своей аналитической речи приглашаются лидеры оппозиции. Ваше время в три минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Итак, дамы и господа, мы хотим отметить, что любое преступление, оно происходит на почве ненависти, на, возможно, почве корости. И любое преступление основано на субъективном мнении. Потому что какой-то человек подумал, что он имеет право убить другого человека. Какой-то человек подумал, что он имеет право обокрасть либо избить другого человека. И мы отмечаем, что любое преступление имеет свой мотив. И любое преступление основано на субъективности. И давать привилегированное значение одной субъективности преступления, в отличие от другой, неуместно. Поскольку мы считаем, что все люди равны. И любое преступление должно пресекаться, наказываться законом на равных основаниях. Мы сегодня, говорит палата оппозиции, проявили, что страх на самом деле предупредит преступление, и этим мы даем сигнал обществу, но мы в начале своей речи сказали, что этим государство дает сигнал обществу, что они не такие, как все, то есть это есть отдельная группа людей, которые пользуются привилегированными правами, привилегированным каким-то значением, и посягательство на них имеет какое-либо большее пагубное значение, но мы отмечаем, покушение в отношении них по этим мотивам имеет такие же последствия, имеет такие же последствия на общество, как и покушение на человека с традиционной сексуальной ориентацией. Что мы сегодня сказали? Мы сказали, что очень, на самом деле, тяжело выявить мотив преступления, на что палата правительства не смогла каким-то образом хорошо отметить. Да, мотивы, он очень важен, но очень необходимо отмечать, что нужно квалифицировать деяния, преступные деяния, не по мотиву, а по объективной стороне, то есть по объективной стороне, насколько жестоко этот человек убил другого человека, насколько жестоко он его избил, а не по какому основанию он это делал. Мы отмечаем, что мера, которую предлагает палата правительства, она не воздействует на нашем ментальном уровне. Мой сокоманник вам сказал, преступлением никого невозможно устрашить, наказанием никого невозможно устрашить. И то, что они дополняют некий срок этому наказанию, то, в принципе, это ничего положительного общество нашему не принесет. Мы говорим о том, что в вопросах преступления и наказания, во-первых, мы на жертву должны смотреть не через призму он богатый или бедный, не через призму того, что он принадлежит в такой-то группе, а прежде всего через призму того, что он человек. Согласно всеобщей декларации прав человека, мы отмечаем, что все люди равны. Все люди равны, даже меньшинства равны перед нами, и мы равны перед меньшинством. И когда мы отделяем данную категорию людей в отдельную группу и даем более привилегированное значение, следовательно, мы нарушаем те общепризнанные принципы «use cogens». Вот следующий момент. Мы говорим, что есть исполнительная система. На что они вообще не реагировали? Если мы можем вносить в законы тысячи поправок, тысячи изменений, даже сделать с курицей, кражей курицей с оттягчающими обстоятельствами, давать на это 10 лет, но пока судебная система, сама исполнительная система, правоохранительные органы не будут реагировать на уже существующие нормы, через существующие нормы, которые уже есть, которые не сегрегируют данных людей и не дают им привилегированное значение, то это ничему благому не принесет. Ничему благому абсолютно не принесет. И поэтому мы должны смотреть все через призму равенства. У всех мы говорим, что у всех преступление свой мотив. И правильно ли давать привилегированное значение одному мотиву перед другими не менее важными мотивами, которые сейчас есть в преступлении? Все мотивы, по сути, если смотреть различных точек зрения, они между собой равны. И то, что палата правительства говорит, что это преступление очень опасно для общества, оно не доказывает именно почему по мотиву, именно по мотиву мы должны это делать. Она не показывает какую-то статистику, она не приводит пример именно почему отношения к ним, и как это пагубно отражается на общественные отношения. И с чем мы говорим, что все люди равны. Все должны нести одинаковую ответственность перед законом. Независимо от того, какой у тебя битим. Ты совершил это жестоко, ты несешь наказание. И сегодня палата оппозиции вам полностью четко заявляет, что мы все равны. И на этом основании мы выиграем. И палата правительства сама себя дискредитирует полностью. Благодарю вас. Я приглашаю премьер-министра для произнесения своей аналитической речи. Ваше время в четыре минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Уважаемые дамы и господа. Вот сейчас я хочу просто объяснить на очень детском языке для палата оппозиции, которая не понимает, о чем мы сегодня говорим. Если, например, я убиваю талант Исмаилова только потому, что я считаю, что он черный, это плохо. Это плохо, потому что я убиваю его не потому, что у него есть деньги, и я хочу их взять для того, чтобы удовлетворить свои насущные потребности. Да, хотя у него есть деньги, я вижу талант. Понимаете, если я его убиваю для того, чтобы отобрать у него деньги, это другой момент. Понимаете, это другой момент. И этот мотив, это преступление, оно носит совершенно другой характер. Я это делаю, потому что я хочу есть, к примеру. Но если же я убиваю его только потому, что я решила, что он черный, друзья, это говорит о том, что вот я считаю себя выше, чем талант. Я считаю выше, чем талант только потому, что, быть может, я считаю себя белее, чем он. И вот его вот это субъективное мнение, оно опасно для общества, потому что он не понимает, что это неправильно. Понимаете, я говорю о том, что я не понимаю, что это неправильно убивать таланта только потому, что он черный. И это неправильно изначально. И я как государство должна сделать так, чтобы я боялась его убивать. Понимаете, это неправильно, что я убиваю только потому, что он черный. Вот в чем ключевой момент. Следующее, что бы мне хотелось ответить. Понимаете, если бы, например, геи, голубые, в общем, представители ЛГБТ-сообщества убивали бы, например, людей с традиционной ориентацией, то в таком случае, друзья, мы бы тоже вас загнали в особую категорию, да, и говорили бы, друзья мои, вот геи нас убивают, мы должны себя защищать. То же самое и с геями. Да, действительно, они тоже имеют право выбирать, они тоже имеют право жить. Они такие, понимаете? И поэтому мы теперь, вот для государства не важно, гей ты голубой, для государства важно, что ты являешься его гражданином, и ты должен его защитить. Но если тебя дискриминируют только потому, что ты гей или голубой, мы должны делать так, чтобы этому гею и голубому не было плохо, понимаете? И поэтому мы бьем сигнал, потому что их действительно сейчас, они беззащитны, понимаете? И в данном случае это абсолютно оправданно, что они находятся в таком положении. Мы им не даем дополнительных прав. Мы лишь хотим соблюсти те права, которые мы уже дали. И это говорит о том, что в данном случае наша позиция абсолютно оправдана. Следующий очень важный момент. Почему все-таки они не такие, как все, да? Только потому что вот есть те, которые считают, что они не такие, как все, и совершают против них какие-то деяния, понимаете? И в этом-то и творится весь ужас. И поэтому мы должны делать так, чтобы они знали, что они такие же, как и мы. И в случае, если ты посчитаешь себя правым, право имеющим убить его только потому, что он гей, ты будешь за это нести наказание. Следующий момент. Я хочу, чтобы вы все понимали, почему я сейчас отреагирую на органы исполнительной власти. Почему все-таки органы исполнительной власти, они не могут ничего предпринять в случае, если обнаруживается преступление, которое совершается против этих секс-мельшинств? Только потому что в субъективной, понимаете, есть состав преступления. И там есть понятие объективная сторона, субъективная сторона, объект преступления и субъект преступления. В субъективной стороне есть понятие мотив. Понимаете? Есть мотив измена, есть понятие голод, необходимость. И отсутствует мотив гомофобии, понимаете? Закон его не прописывает, там его не существует. Если нет мотива, нет понятия субъективной стороны следователя, нет состава преступления. Именно поэтому многие школьники, которые издеваются, убивают своих одноклассников, геев, правоохранители органов, как органы исполнительной власти, не могут этих людей призвать к ответственности, потому что нет понятия мотива, нет состава преступления. И именно поэтому теперь, когда мы вводим гомофобию как мотив, при присутствии которого данное преступление будет считаться преступлением с отягчающими обстоятельствами, мы имеем полное право законно привлекать этих людей к ответственности. И таким образом мы защищаем этого беззащитного таланта, потому что он мой гражданин, понимаете, Брул, вот в чем суть, вот о чем сегодня говорим мы. И ты представляешь большую угрозу для него, потому что ты считаешь, что вот у тебя есть мнение, и оно превыше закона, понимаете, мораль себя изжила на сегодняшний день. И поэтому мы должны действовать силой, силой и убеждения, силой и принуждения, потому что только эти две силы сопроводительной системе в совокупности могут обеспечить бедного таланта защитой, понимаете. И мы как государство должны взять эту ответственность в свои руки. И поэтому вы говорили о том, что страх наказания не избавляет и не исправляет человека. Только в том случае, если государство не может действительно воздействовать на этого человека. И поэтому мы на сегодняшний день все-таки считаем этого бедного таланта, и мы очень постараемся обеспечить вот эту самую защитой. Все, у меня на этом все. Такое ощущение, как будто был бенефис сегодня. Дебатный раунд посвящен мне. Спасибо большое. Но хорошо, когда вы можете использовать каких-то людей, судей в своих аналогиях, потому что таким образом вам гораздо легче донести информацию, приводя конкретные примеры. Благо, что эти примеры, я надеюсь, нереальные, а всего лишь вымышленные. Хорошо. Теперь непосредственно по игре. К сожалению, со стороны команды правительства я услышал то, что я должен был услышать в первой речи, я услышал это во второй речи. То есть конкретная четкая позиция, обоснование, интерпретация и так далее, эти все вещи были во второй речи. Команда правительства с точки зрения подготовки была не в своей лучшей форме. Мне вот непонятны слова «дебилизм». Я не понял значения этого слова. Я не знаю, я думаю, что многие люди тоже не поняли значения этого слова. Именно правильно, да? Есть такие же слова «голубой», например. Да что это значит? Я вот честно не понимаю. То есть, ну, как бы, я думаю, дебаттеры должны уметь выбирать, да, лексикон, которым уметь использовать эфемизм в определенных случаях для того, чтобы сбавить или в определенных случаях усилить, да, значение того или иного слова. Но если вы хотели усилить значение слова «гомосексуальность» словом «голубой», у вас отлично получилось. Вот основная идея команды правительства заключалась в том, что есть страх. Тогда, когда мы будем жестче наказывать людей, которые совершили преступления, в которых фигурируют лица с нетрадиционной ориентацией, да, мы еще не знаем, по каким мотивам они совершили. Но если мы доказываем, что мотивом было именно вот этот критерий, в этом случае вступает в силу элемент страха. То есть в будущем этот преступник, да, или другие преступники, которые с подобными намерениями, они будут бояться. То есть вам необходимо было не доказывать о том, что все люди равны. Это мы еще помним с декларации прав человека, это мы еще помним с декларацией независимости Томаса Джефферсона. Вам нужно говорить о том, что каким образом этот элемент страха будет воздействовать или не будет воздействовать. То есть здесь конкретно у команды правительства есть механизм. Вопрос в эффективности механизма. Вот и все. То есть гораздо более ближе, чем вы метились. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, отличная новость. Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adb.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adb.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adb.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adb.org – ваш портал в мир дебатов. Спасибо большое за игру, команда. На самом деле, я считаю, что игра не состоялась так, как она должна была состояться, потому что в данном случае я не увидела две основные идеи, две идеи, за которые мы должны были бороться и слушать этот раунд. Почему? Потому что мы свелись, отошли от самой резолюции. Нужно ли преступление, где мотив, есть гомофобия, приравнять преступление с отягчающими обстоятельствами? Вот этой идеи не было. Здесь, опять-таки, четкий механизм. Если мы вводим этот законопроект, соответственно, у нас есть определенные блага, мы решаем нашу проблему. Вот идея Палаты правительства, я согласна с талантом, была проявлена только на второй речи, благодаря Артему, потому что вы хватались за все идеи. И то же самое Палата оппозиции. Вы хватались за две идеи то, что это не приведет к эффективности, и то, что мы все равны. Но, по сути, из-за того, что вы хватались за две идеи, и у вас мало времени, вы не доказали ни одну из них толком, так же, как и Палата правительства, потому что вы во второй речи только это ввели. Поэтому в следующий раз прошу вас, выберите лучше одну вещь и доказывайте ее весь раунд через призму аргументов, одну идею, нежели хвататься за несколько идей и доказывать ее недостаточно хорошо. Спасибо большое, удачи вам в следующих раундах. Ну, в принципе, в целом, я согласен с комментариями предыдущих судей, тоже хотел отметить, что у вас очень мало примеров, очень мало аналогий. В принципе, время у вас есть, да, есть моменты, куда можно вставить эти аналогии. Ну, команда правительства, там, начала говорить про Таланта. Талант правильно заметил, там, целую игру вы говорили про Таланта. На самом деле, вы могли туда вставить очень классные факты, да, всем известные. То же самое убийство Джона Леннона, например, да, там, когда фанат убил по каким-то мотивам, да. Этот же факт могли, там, представить ребята с оппозицией. Те же самые события в Бирюлево, например, да, когда, ну, произошло обычное преступление, убийство, да, одного человека убил другой человек. Но именно за то, что убитый человек был жителем России, Егор Щербаков, да, а его убийца был мигрантом, азербайджанцем. То есть вот эти все беспорядки начались именно на почве вот этих этнических каких-то, да, мотивов. То есть могли бы вставить вот этот пример, я как бы думал об этом, но никто из вас не постарался, не поискал хороших примеров. У вас как бы есть хорошие идеи, я слышал, но вы не развиваете вот эти идеи до конца. То есть особенно это касается Бирюлки, то, что не очень были хорошие идеи, но она как бы не развивает. И, наверное, отмечу то, что мне очень понравилась речь Бирюлки и анализ, и презентация. То есть хотел бы как бы выделить вот этот момент. Спасибо. Продолжайте дебатировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова